Приветствую вас, я понимаю ваше опасение, понимаю вашу тревогу, страх, я понимаю, что вы боитесь за своего сына, я это прекрасно понимаю. Я понимаю, что вы опасаетесь за него, но вы знаете какой момент, он уже взрослый, вы опустили жизнь его одного, и соответственно если вы будете пытаться контролировать его жизнь, то это с одной стороны отдалит его от вас полностью, но это уже отдалило его от вас, потому что он не берет трубку, да, и не хочет общаться. Судя по всему, у него нет отца, то есть ваш муж это не его отец, а дети, которые не имеют отца, ну сыновья, мальчики, которые не имеют отца, они как правило ведут себя подобным образом, потому что они доказывают, что они, ну что они способны, что они могут, что они ценны, то есть они склонны, склонны рисковать и так далее. Что можно здесь сделать? Во-первых, необходимо вам оставить своего сына в покое. То есть, просто оставить, да, дать ему столкнуться с ответственностью за то, что он делает. То есть, пусть приедет милиция, пусть звонят в дверь, рано или поздно дверь выбьют, его либо осправуют, либо посадят в изолятор на сутки 2-3. Пусть он столкнется с этим, только так человек научится ценить и понимать то, что он делает. Что касается бабочки старенькой, то здесь я вообще не понял, какое вам делать до его бабочки, почему вы за нее боитесь и тут мне вообще не понятно. Бабочка, она взрослая, как бы там что-что не было, она взрослая и извините, пожалуйста, но как бы если ей действительно, значит, ну, тяжело, если ей действительно сложно, то я полагаю, что она сама должна взять ответственность за себя, за то, что делает. Ну вот. То есть, у вас есть склонность, скорее всего, ну, в гиперопеке. Вот. Вот вы постоянно берете ответственность за тех, кто к вам не относится, мне так кажется. Вот. То есть, и соседи, и бабочка старенька, все это не имеет никакого отношения к вам. Это все ответственность за сыном. И только через взаимодействие с этой ответственностью ваш сын сможет наконец понять, что живет в реальном мире. Вот. С другой стороны, откуда у сына деньги на тусовке? Вот. Если он работает, это одно дело. А вот если вы ему даете деньги, то это другое дело. И вы совершенно вправе не задержать его. И не помогать ему. Негано. Достать самый минимум на еду, на учебу там, если он учится. Если он хочет чего-то остального, то, пожалуйста, пусть работает сам. Вот. Мне кажется, что это является оптимальным вариантом. Вот. Ваш вопрос, как тут быть, только вот так. Чем меньше контроля, тем больше сын придет в себя, тем быстрее сын придет в себя и, соответственно, начнет сам что-то делать. Потому что он уже взрослый. Вот. Что касается наркотиков, то, если ваш сын склонен к наркомании, он придет к ней так или иначе. Если ваш сын не склонен к наркомании и может сказать нет и знает что хочет, он не придет. Здесь вы на мало что способны повлиять. Вот. Поэтому я думаю, что вот так можно ответить вам на ваш вопрос. И еще раз. Я понимаю, что вы беспокоитесь за своего сына. Я понимаю. Я не очень понял, откуда вы знаете, что там, тусовки, музыка и так далее. Я не очень понимаю, зачем вы звоните ему. Я не очень понимаю, почему он должен хотеть общаться с вами и с мужем. То есть, какой у него стимул для этого. Стимул для того, чтобы общаться, я не очень понимаю. Вот. Если вы, например, знаете, что вы звоните ему или ему звоните для того, чтобы, чтобы что. Вот зачем вы ему звоните. Я не очень понимаю, почему для вас проблема, что у него в соседках бабочка. Вот. Какое-то все к вам отношение имеет. Такое ощущение, что вы очень сильно озабочены тем, что подумают другие люди о вашем сыне. И это вашего сына угнетало очень долго. А сейчас он вырвался. Вырвался и ему плевать на все. И как бы в некоторой степени он доигрывает то, что не доиграно с вами. Оставьте его. Оставьте. Если хотите сохранить отношения. Если хотите, чтобы он совсем от вас не отдалился. Оставьте его. Пусть сам, пусть сам все делает. А вы сами. Опять же. Обратите внимание на себя. То есть, учитесь думать о себе. Не о сыне, который живет отдельно, а о себе. Вот. И если вы даете ему деньги и много денег, что он может позволять себе тусовки, там, музыку и так далее, да, то прекратите этот поток. Вы это вправе сделать. Ну, потому что это ваши деньги и вы вправе их отправить на себя. А вот соседи и бабочка, это не ваша проблема. Это его проблема. И проблема соседи и бабочки. Вот. Вы понимаете? Потому что, ну, получается, что вы беспокоитесь не о сыне как таковом, а о бабочке и соседях. И сын это знает. Сын знает, что волнует не он вас, а эти люди. И это неправильно. Вот. Это то, что его реально может подтолкнуть к тому, чтобы употреблять наркотики. То, что вы о нем не думаете. Или думаете, но только в стиле, этого нельзя, вот этого не делай, этого не нужно, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если вас реально волнует сын, да, то оставьте его в покое, пишите ему смс с тем, как у вас дела, делитесь тем, что происходит с вами, и, соответственно, не лезьте к нему в душу. Вот. Примите этот факт, что он уже взрослый. Вот. Вы сделали шаг к этому, значит, ну, позволив ему жить отдельно. Это правильно. Вот. Ну и дайте ему понять, каково это. Пока он видит только плюсы, это здорово, но есть еще и минусы, а минусы вы пока ему прочувствовать не дали. Вопрос в том, почему, из-за чего. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.